здравствуйте дорогие друзья 119 псалом второй урок точнее начнем с первой буквы алиф это урок второй тегелим кусочек когда я напоминаю разбит он на такие кусочки первое алиф от чего от дрожания рук когда у человека дрожат руки пишут мудрецы надо читать этот псалом три раза а еще лучше 7 раз когда ты делаешь какую-то мицу и ты хочешь удачу 8 раз написано в книге шимушти делима кадмон прочитай вот этот кусочек 119 алиф и ты получишь удачу для сохранения в дороге очень положено читать этот 119 алиф что еще написано что он связан с половыми органами поэтому для исцеления половых органов такой величайший мудрец как рады и кектилия он жил там 1200 каком-то году я резаль говорил что это великий очень человек своей книги сказал что каждый орган человека он связан с определенной буквой если болезнь или недомограние в каком-то органе то к нему можно привлечь исцеление именно от буквы с которой связано вот он связан буква алиф связано с интимными органами поэтому если заболевания половых органов то хорошо читать этот кусочек 119 алиф бет вторая буква бет кусочек вот этот отрывок бет который называется в 119 псалме первое написано что это сгула от воздействия злых сил когда человек чувствует что-то его там на него действует читаясь бет второе для хорошей памяти когда человек интересует память надо читать три раза тегилимбет 119 помогает еще для раскрытия сердца в понимании туры иногда человек читает как-то не задевает этого сердца написано в древних книгах нужно взять яйцо можно сварить его нужно сварить точнее а затем очистить его от скорлупы и прочитать 9 раз вот этот кусочек тегилимбет а потом съесть яйцо сразу целиком и хотя целое яйцо как пишут мудрецы едят только те кто в трауле в данном случае там можно что еще рабби гектилия вот в этот написал что буква бет связано с устами с ртом поэтому когда у человека какие-то там вокруг рта сухость гербис любые заболевания связаны с артом хорошо читать 119 вот этот бет гимель 3 3 отрывочек 3 119 гимель буква гимель это гордыня обычно да ашем написано ненавидит гордыню поэтому среди вообще всех пасуков с буквой гимель нет имени бога никогда для чего гимель употребляется для лечения глаза вот упомянутый нами рэбе говорил что буква гимель создан правый глаз и если есть проблема правого глаз читайте 119 тегилим гимель и это еще поможет еще эффективнее читать 7 раз написано что еще написано для тех кто испытывает какие-то трудности в каком-то деле не справляется сам кому нужна помощь с неба читают три раза тегилим гимель это помогает ну последнее что есть по гимель это сгула для понимания торы чтоб хорошо запоминать что учил разбираться в том что учил и проникать глубже в текст это надо читать 119 гимель 119 дал это написано что это сгулат для лечения левого глаза и потому что этой буквой создан левый глаз что еще это сгулат для получения когда ты хочешь получить хороший совет чтобы выйти из какой-то сомнительной ситуации и хочешь чтобы совета был действительно хороший 7 раз читают тегилим дал это это помогает для удачи в бизнесе в дни важных переговоров когда у тебя особо важные встречи какое-то решение читать или 27 раз читают вот этот кусочек ну если для тебя важно ты найдешь это время написано что это помогает преподавание торы чтобы хорошо доносить материал чтобы излагать материал тоже читать это еще если сгулат такая же для чтобы не уволили чтобы не мешали в работе вот читают 119 да вот и последнее что для удачи в делах которых вы не профессионал не очень уверены в себе но вам нужно их решать вот этот кусочек дает браху ну вот наверно сегодня все с хей начнем следующий урок браха вы отслыхал